Как сделать, чтобы звук уходил как под воду? Достаточно использовать любой эквалайзер. Например, вот у нас есть такой бит. Выводим его на канал микшера. И вешаем сюда, к примеру, встроенный в фрутип параметрик AQ. Нам, для того, чтобы звук уходил как бы под воду, нужно срезать высокие частоты. Если мы просто возьмем седьмую точку и будем как бы срезать, мы на самом деле не срезаем, а просто делаем тише. Потому что у нас тип фильтра здесь шельфовый. Нам надо покрутить вот этот вот тип фильтра таким образом, чтобы он стал срезать высокие частоты полностью. Можно здесь также настроить крутизну среза. Можно настроить резонанс. Чем он больше, тем более ярко выраженный будет эффект. И, собственно, вот эту вот ручку среза мы можем автоматизировать. Для того, чтобы автоматизировать, надо щелкнуть по ней правой кнопкой и нажать Create Automation Clip. Вот у нас создается клип автоматизации. И здесь мы можем точку эту как угодно направлять вниз, вверх. То же самое можно проделать на других плагинах. Например, этот мы сейчас отключаем. Плагин FabFilter Pro-Q2. Здесь это получится быстрее. Если щелкнуть просто двойным щелчком вот здесь вот справа, у нас сразу же создается фильтр, который срезает высокие частоты. И колесиком мыши можно управлять его грузизной. И вот этой ручкой среза можно, собственно, добиться того же эффекта. Ее тоже можно автоматизировать тем же самым образом. Если вот это меню не появляется, значит версия плагина старая. И можно просто покрутить ручку и воспользоваться меню вот этой кнопки. Ее меню будет символизировать меню последней ручки, которую мы покрутили. Есть еще один способ. Так, этот плагин отключаем. Тоже среди плагинов FabFilter есть простейший фильтр Simplon. Вот. Здесь все еще быстрее. Его достаточно просто добавить. Никакие фильтры создавать не надо. Тут уже созданы фильтр 1 и фильтр 2. И фильтр 1 здесь как раз срезает высокие частоты. Можно сразу же вот эту ручку автоматизировать. Но поскольку у меня уже автоматизация нарисована, я привяжу эту ручку уже к существующей автоматизации с помощью Link to Controller. Здесь в списке я выберу существующую автоматизацию. Remove conflicts я уберу, чтобы на одну автоматизацию было назначено 2 ручки. И приму изменения. Вот мы слышим, что все это дело работает. Точно так же можно, допустим, отключить этот фильтр, а автоматизировать фильтр, срезающий низкие частоты. Создаем клип автоматизации. И давайте нарисуем что-нибудь. Обычно низкие частоты хорошо срезать под конец. Под конец такта, квадрата в небольших количествах. И тогда ощущение, что басов стало больше в начале. В конце мы их немножко срезали. Вот такие вот фильтры. Что еще тут есть? Можно использовать Fruity Love Filter из встроенных. Но он уже более сложный. Тут целый набор из 8 фильтров. Вот есть частота среза. Можно выбрать различные режимы работы. Здесь есть куча пресетов. Но это уже более сложный вариант. Есть еще просто Fruity Filter. Фильтр. Вот, встроенный. Он тоже, как и Simplon, довольно простой. Тут можно, допустим, сделать, чтобы он был low-pass. Тогда это только low-pass фильтр. Можно сделать его high-pass, а low-pass убрать. И тогда он будет срезать низкие частоты. Соответственно, band-pass будет срезать и то, и другое. То есть он создаст такую вот... Вот такую горку. И будет ее перемещать. Ну вот, собственно, и все. Такими встроенными или сторонними плагинами можно воспользоваться, чтобы создавать эти эффекты. И Продолжение следует...